Один из самых распространенных вопросов на сегодняшний день, чем отличается инфодайвинг от регрессивного гипноза. Вот человек смотрит наши ролики, и ему кажется, от того, что я гружу Андрея, Ирину, и они находятся в таком улетевшем состоянии, кажется, что я их ввожу в регресс, и они ходят по прошлым жизням, и по сути дела регрессивный гипноз ничем не отличается от инфодайвинга. Господа, на самом деле я сейчас расскажу один из ключевых моментов наглядно, чтобы вы не просто слова, там, субъективное восприятие, объективное восприятие, да, все равно для человека это звон такой пустой, он пролетает мимо, человек не слышит, когда ему об этом говоришь, что разница кардинальна. Я попытаюсь разрисовать на структурах психики, то есть вот уже нагляднее, я просто не могу придумать, как еще проще на пальцах объяснить разницу. Вот смотрите, есть наша реальность, и в нашей реальности вот есть человек, у человека есть, его картина мира выстраивается благодаря такой структуре, которую называют высшее я, да, у него есть эго, у него есть ум, это все дополнительные структуры сюда, связанные с, эго, так, чтобы написалось красиво, связанные с высшим я, да, но вот это получается структура психики, которая формирует реальность данного конкретного человека. У него есть душа, и эта душа играет и проявляется в этом мире таким образом. Откуда душа берет информацию, как играть? Вообще, откуда берется информация для того, чтобы нарисовалась картина мира? Почему у одного человека рисуется, что он будет колхозником, а у другого рабочим, а у третьего президентом? Ну, откуда это берется? Ведь, по идее, от Бога все должны прийти равными, но тут вступают люди и говорят, Бог, наверное, неровно делит, да, и одному послал то, другому это. В разных семьях и пошли, кто на что гораст. На самом деле у души есть такая структура, которая подает информацию. Мы ее назвали душа души или душа игрока. Если душа – это тот игрок, который сидит за клавой компьютера и играет вот в эту игру под названием жизнь, то душа души подает всю информацию. И здесь, ну, я не знаю, здесь не просто терабайты информации, я не знаю, как это исчислить, сколько здесь информации. Это огромная структура, которая содержит информацию и об Атлантах, и о цивилизациях, и о всех-всех-всех событиях, которые были связаны не только с данной душой, но и с другими душами. Это выход в так называемое информационное поле, как его еще называют люди. Но это все на самом деле структура душа души. Это вход вот в эти огромные библиотекарские склады информации. То есть вот эта вот огромная структура. За структурой душа души есть следующая структура, мы ее назвали B1 от слова Бог. Бог первый. Если брать по частотам, то душа души – это понижающий трансформатор от этого Бога. И потом дальше там огромная структура. Что такое регрессивный гипноз? Вот человек грузится в регресс, его ведет тренер, его ведет другой человек, гипнотизер. И человек выходит на какие-то психические свои структуры для начала. Мы их назвали бутерброд. И здесь есть программы. И вот здесь у человека идет определение. Он пойдет в родовые программы или в кармические программы. И вот когда он идет по роду, он идет с этой стороны душа души. А если по карме, то он идет с этой стороны души. Стеллажи у душа души получаются разные. Но в принципе вся эта информация содержится тут. Все, что касается регрессивного гипноза, это вот здесь. Это регрессивный гипноз. Регрессивный гипноз не может вывести человека дальше. Это табу. Потому что в объективном восприятии не может быть больше информации, чем та, которая есть в коллективной реальности. А коллективная реальность за пределы хроника каши не выходила. Это максимум, который есть в эзотерических учениях и так далее. Да? Вот ваша коллективная реальность. Но всегда была реальность избранных. И эта реальность избранных говорила, что есть магия сознания. Магия сознания начиналась вот здесь. И двигалась вот в эту сторону. Да, да, да. Я туда нарисовала. Я правильно нарисовала стрелочку. Не туда. Туда. Вот это регрессивный гипноз. А теперь давайте возьмем большую структуру психики. С которой работает инфодайинг. Структура души. Вот она. Вот она. И первым делом, что мы делаем? Мы ее удаляем. Чтобы вообще убрать кармические родовые программы. Если мы говорим об индивидуальности. Если мы индивидуальны, то зачем нам колхоз? Да? Я грубо говорю. Но я говорю так, чтобы было понятно. Чтобы второй раз мне вот таких вот вопросов больше не задавали. Да? Вот. Вот ваш регрессивный гипноз закончился. Мы его удалили еще на входе. С чем работает инфодайинг? Инфодайинг расписал. Что такое Бог? Следующий понижающий трансформатор. Что такое управляющие кабинеты, управляющие функции. Что такое формирование времени, формирование момента здесь и сейчас. Что значит вспомнить будущее и вспомнить прошлое. Как это сложить так, чтобы момент здесь и сейчас наступил и случился таким, каким выбирает наше сознание в моменте здесь и сейчас. Следующий важный момент, с которым мы работаем. Вот между первым блоком есть второй, я его пропущу сейчас. Есть третий. Он называется инкарнационный блок. Инкарнационный блок, это значит здесь есть встроенное устройство, которое обеспечивает. Вот душа, она все время двигается к Богу сюда. Вот она идет сюда, идет, она как на свет, как бабочка ползет. А ее берут вот здесь и сбрасывают в инкарнацию. Вот так. Вот это устройство работает таким образом. Это К3. Инфодайинг работает с чем? С управляющими кабинетами инкарнационного цикла. Теперь задумайтесь хотя бы на одно мгновение. Что есть люди, которые могут выключить смерть своим сознанием. Есть реальные примеры, и есть те, кто могут сказать, да, моему отцу выключили смерть, а потом он поправился. И есть публичные примеры, да. Скажите, пожалуйста, вот здесь можно выключить смерть? Вот здесь можно выключить инкарнацию? А если ты знаешь, когда работает микросхема и как перепаять ее здесь? Но это же еще не все. Есть следующие уровни. Есть пространство вариантов. Пространство вариантов отличается от хроника каши. Хроники каши и пространство вариантов – это совсем разные вещи. Пространство вариантов – это голограммы. Когда человек может прийти в один ресторан в ста вариантах платьев. И это все хранится набором, который может выбрать сознание человека. И точно так же ресторанов и так далее, и так далее, и так далее. Невероятные объемы информации, но это уже блок К6, Б6, да, это следующее. Есть теловые здесь устройства, которые за счет разряда вводят это все в картину мира человека. А сам Бог, он вот здесь, он такой очень многогранный. И когда мы доходим до Бога, вдруг выясняется, что все то, что есть на шумерских схемах, там рисовали рабочие вещи. А то, что есть на масонских схемах, урезано, обкоцано и переворано. Вы знаете, мы думали насчет того, как донести это, чтобы не только мы могли это делать. Потому что реально, когда мы помогаем детям с аутизмом ДЦП, вы думаете, вот просто так ребенок с ДЦП не ползал, не ходил, лежал, не говорил, наблюдалось оставание в развитии, и тут вы видите, он ползет, блин, за три месяца. И какой физиотерапевт это может сегодня сделать? Ну вот вы включите просто мозг и подумайте. Вот то, что мы демонстрируем на видео, вы хоть чуть-чуть подумайте, как это возможно в принципе. Это невозможно на этих уровнях. Это никак невозможно на этих уровнях. Но такие же люди, как мы, не одни. Чем мы отличаемся? У нас другое тело? Мы не едим что-то. Нет, я прекрасно ем мясо. Я не пью алкоголь, я берегу свои нервные клетки. Но у меня все нормально с питанием. У меня, оно видно, что у меня все нормально с питанием. Вот. Все прекрасно с сексом. У меня прекрасная семья. У меня отличные дети. Чем еще? С материальным миром, с отдыхом, с поездками. Со всем подряд. Мы прекрасно живем в этом мире. Чем мы отличаемся от вас? Тем, что находится в голове. А в голове у каждого человека есть мозг. И мозг для того, чтобы думать. И голова для того, чтобы думать, а не для того, чтобы в нее есть. И поэтому мы решили. Хотя есть в нее тоже нужно. Мы решили втроем вот эту всю информацию выдать на очередном нашем курсе. Мы его сделаем вне планов. Мы его не планировали. Мы его не думали, вообще не предполагали, что это можно людям доносить. А потом мы подумали, а почему нет? Если мы хотим жить в обществе богов, если мы боги, то мы живем в обществе богов. Если мы козлы, то мы живем в обществе козлов. И если исходить, что мне не хочется жить в обществе козлов, а хочется жить в обществе богов, значит, этому надо научить других. Согласны? Логика очень проста. Чем больше отдаешь, тем больше тебе приходит. Пришло время отдавать. Итак, вот это будет программа для продвинутых. Смотрите, в чем сложность программы. Если вы захотите ее взять умом, вы уйдете в иллюзии. Уже сейчас мне пишут в чате по инфодайвингу Б9, Б7, я туда ходила. Я могу предположить, куда ты ходил. Для того, чтобы на каждый из уровней пустила, это на самом деле огромное количество информации. Это очень высокие частоты, в которых вы работаете. Их надо, чтобы ваше тело держало, и ваше здоровье, и ваше сознание позволяло не отрубиться, не заснуть, оставаться в адекватном состоянии, не оторваться от материальной реальности и так далее. Это магия. Это магия очень высокого порядка. Это магия сознания. Действительно для осознанных людей. Поэтому для людей, которые захотят прийти на этот курс, мы не будем строить ограничения. Но вы подумайте сами, насколько вы способны взять, насколько вы готовы тренироваться для того, чтобы вот это все выдержать. У вас останется видео, по которым вы сможете тренироваться сами дальше. Мы специально для этих людей оставим, кто будет участвовать в видеозапись. Более того, мы проведем по этим всем структурам. И даже если вы будете спать сейчас, у вас останется допуск туда, и вы сможете ходить и расшарить информацию. Это будет чисто практический семинар. То есть мы объясняем, что значит блог. Мы туда идем, погружаемся вместе. Мы ведем каждого. Каждый видит свое, погружается, тренируется. Это для людей настырных. Это для тех, кто чувствует, что он Бог. Но если вы чувствуете, что вы раб Божий, то на этот семинар приходить не надо. Потому что здесь вам будет делать нечего, вам будет некомфортно. Этот семинар пройдет в конце октября. Он будет 7 дней. 7 дней по вечерам. С 19 до 22 часов. Но когда я говорю до 22 часов, я сразу оговорюсь, он будет задерживаться. И возможно, плюс 2 часа может быть задержки. Почему? Потому что загрузить в эти состояния человека, кто там не был, надо раскачка. И выгрузить надо время. И дальше надо оттренировать, чтобы вот эти все состояния стали для вас родными. Но мы же не вываливаемся в нереальность. На нас, когда смотрят, пишут на ютубе, вы вообще не входите в глубокие состояния. Правильно, ребят? А вы прогоните. Вот сегодня мы отработали за день порядка 70 человек. Да? Вот 70 человек. Мы сегодня двигали их здоровье вперед в то, чтобы проявились новые результаты. Ну вот представьте, если такой опыт работы, это за день вот 70 человек, еще вечером стримы. Вот теперь представьте, как это работает. Да? И какой опыт. И поэтому уже здесь на якорь падаешь, куда надо, на якорь выныриваешь, откуда надо. Это наработка, это практический результат. И это полностью привязано к материальному результату человека, который вот здесь. Вот регресс, а вот магия сознания. Это разные матричные уровни. Поэтому новый семинар будет называться «Матричная структура реальности». Это для тех, кто хочет окунуться в магию сознания, и кто может себе это позволить, и кто готов это воспринимать. В принципе, наверное, я сказала максимум. Добавите? Нет. Сейчас ты на курсе. Мне кажется, сейчас даже уже все понятно. Вести мы будем втроем. Втроем и одновременно работать с трех точек восприятия и отрабатывать каждого там индивидуально. То есть мы не будем вас отрабатывать и делать что-то за вас. Мы просто будем видеть, у кого не получается говорить, что вот здесь, вот здесь, меняешь вот это, вот это, а здесь вот это, вот это. Направлять. То есть вот это будет, и это будет практически, группа будет маленькая, для того, чтобы мы справились вас держать и вас провести по этим уровням и довести как минимум до того, чтобы вы увидели отражение, как вот это зерно, вот это зерно божественное, ну оно здесь, божественное зерно, отражается в зерне реальности и каким образом происходит передача информации. Когда вы один раз это увидите и осознаете, как это все работает, то читая ту лажу, которую пишут сегодня, выдавая это за психотехники, я думаю, у вас пропадет желание задавать глупые вопросы. Продолжение следует... Продолжение следует...